Здравствуйте! В эфире программа День города. О главных новостях вам расскажут мои коллеги и я, Валерий Седов. «Цветы для автоледи» в госавтоинспекции прошла акция, посвященная 8 марта. По неосторожности, какое наказание бывает за вождение автобуса? Краски моей жизни в городской библиотеке открылась персональная выставка Татьяны Соломатиной. В Рязани сотрудники госавтоинспекции провели акцию под названием «Цветы для автоледи». 8 марта инспекторы останавливали девушек за рулем и вручали им цветы. Подробности далее в сюжете. Вместо проверки документов, цветы и открытки. 8 марта на дорогах города сотрудники госавтоинспекции останавливали преимущественно «Автоледи». Притом, не из-за нарушения правил. «Здравствуйте!» «Здравствуйте!» «Спасибо большое!» «Заблюдать правила дороги?» «Здравия!» «Здравия!» Череду поздравлений открыл начальник региональной госавтоинспекции Сергей Романов. А после подключились сотрудники во всех районах города. «Здравствуйте! Хотели вас поздравить с 8 марта. Пожелать вам крепкого здоровья, чтобы вы всегда радовались, так же вылупались и все у вас было хорошо. «Спасибо вам большое!» «Счастливого пути!» «Такие поздравления стали уже доброй традицией. Притом, поздравляют автолюбительниц не только на городских дорогах. Наряды ДПС дежурят и в районах области. Например, в Шацком районе для такой акции пригласили Ростового Мишку. К акции этой всегда подходят довольно изобретательно. «Здравствуйте!» 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 Сотрудники госавтоинспекции поздравляли и женщин-водительниц общественного транспорта. Иногда даже заходили в салон вручать цветы девушкам-пассажирам. «Хочется обратиться ко всем автолюбительницам, пожелать им безаварийного вождения, чтобы все соблюдали правила дорожного движения. И встреча с сотрудниками полиции проходила только с положительной стороны». Напомним, что к поздравлениям присоединились и ребята из ЮИД – юных инспекторов дорожного движения. Они тоже поздравили автолюбительниц, вручили им открытки и памятные подарки. Такое внимание со стороны госавтоинспекции неспроста. Как отметили в ведомстве, цель мероприятия – не только поздравить женщин с праздником весны, но и привлечь внимание общественности к проблеме безопасности дорожного движения, необходимости соблюдения ПДД, а также заботе и уважительном отношении к другим участникам дорожного движения. Вождение транспорта – зона повышенной ответственности. Невнимательность или пренебрежение правилами порой приводит к трагическим последствиям, как и в следующей истории. «Заместитель прокурора области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 58-летнего местного жителя, который, управляя пассажирским автобусом, нарушил правила дорожного движения, что привело к гибели пешехода». Установлено, что обвиняемые в ночное время в июле 2023 года двигались по автомобильной дороге улицы Центральной города Рязани. В это же время в районе середины проезжей части в состоянии сильной алкогольной индексикации лежал пешеход. Водитель опроса в нарушении требований правил дорожного движения привыкли в скоростной режим неправильно сориентироваться по дорожной транспортной обстановке и осуществил наезд и переезд пешехода. В результате ДТП последним причины телескоповреждения различной степени тяжести, о которых он скончался на месте. «Уголовным законодательством за нарушение правил дорожного движения, повлекших по неосторожности смерть человека, предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу». Бывший руководитель одного из бюджетных учреждений предстанет перед судом по обвинению во взяточничестве. Речь идет хоть и об одной статье 290, но сразу по трем частям. Это получение взяток в значительном, крупном и особо крупном размерах. Подробности уголовного дела далее в сюжете. Суммарно 23 эпизода по статье «Получение взятки». 16 из них в крупном размере. Как пишут в СМИ, фигурант уголовного дела – бывший главный врач регионального центра гигиены и эпидемиологии. Следователи рассказали, что все происходило в период с января 2020 по декабрь 2022. «Обвиняемая, занимая должность руководителя федерального бюджетного учреждения, лично либо через посредников получила от подчиненных взятки в виде денег в общей сумме более 17 миллионов рублей за принятие входящих в ее служебные полномочия решений о начислении им повышенного размера премий за счет средств, от приносящей доход деятельности». Оперативное сопровождение расследования осуществляли сотрудники регионального управления экономической безопасности ОМВД России и ОФСБ России. По уголовному делу провели значительный комплекс следственных действий. К примеру, проанализирован большой объем аудио- и видеозаписей. В настоящий момент в целях обеспечения исполнения наказания в виде штрафа, гражданского иска и возможной конфискации по ходатайству следователя на имущество обвиняемой на сумму больше 12 миллионов рублей наложен арест. Сама обвиняемая свою вину не признала. Тем не менее, совокупность собранных следствием доказательств признана достаточной для утверждения обвинительного заключения и направления уголовного дела в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения. В Центральной библиотеке имени Есенина работает выставка Татьяны Соломатиной «Краски моей жизни». Художница с высшим физико-математическим образованием открыла для себя магию рисования еще в детстве. Осваивать краски всерьез начала всего пять лет назад. И вот в начале весны уже презентовала свою первую персональную экспозицию. Анималистика, натюрморты, морские и городские пейзажи. Работы Татьяны Соломатиной цепляют взгляд насыщенной цветовой палитрой. Техники художник-любитель использует разные – от акварели и гуаши до масла и акрила. Вообще, страсть к изобразительному искусству у Татьяны Соломатиной с детства. Правда, начать освоение живописи удалось лишь после выхода на заслуженный отдых. Она сама учитель физики, родилась в городе Касимов, сейчас проживает в Рязани. Всю жизнь нравилась рисовать, а вот именно живописью более подробно начала заниматься уже, уходя на заслуженный отпуск. Она рисует, как вы видите, и акварелью, и акрилом, и гуашей. У нее можно увидеть здесь и пейзажи, натюрморт поближе посмотрим. И, конечно, у нее рисование, подражание мировым художникам. Репродукции картин «Постоянство памяти Сальвадора Дали и «Звездная ночь» Винсента Ван Гога занимают почетное место в экспозиции рядом с работами по мотивам полотен Ивана Айвазовского. Кстати, морская живопись появилась в работах художницы после посещения Санкт-Петербурга в прошлом году, рассказывают сотрудники библиотеки. У нее сейчас очень много картин, впереди предстоит про Питер. Вот она съездила в Санкт-Петербург, впечатлилась, как раз смотрели «Белую ночь», во время «Белых ночей», они смотрели «Алые паруса». Она рисует очень быстро, за ночь, не может оставлять работу, но потом. И дарит свои подарки своим близким, родственникам, библиотеке. Так что, очень интересный человек. Я думаю, что мы с ней в дальнейшем будем сотрудничать. Вообще, с этого года начало каждого месяца в Центральной библиотеке имени Сергея Александровича Есенина всегда будет украшать новая экспозиция, посетить которую может любой желающий. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Официальные праздничные выходные, приуроченные к Международному женскому дню, остались позади, но рабочая неделя, если вы не знали, тоже праздничная, масленичная. О традициях этого периода наш следующий материал. Даты проведения Масленицы всегда приходятся на неделю перед Великим постом, который отсчитывается от дня Пасхи. Дата главного христианского праздника ежегодно определяется лунным календарем, основанным на фазах ночного светила. В 2024 году мероприятие «Сырные седмицы», как Масленицу называют христиане, приходится с 11 по 17 марта. Каждый праздничный день уникален по значению и традициям. На Масленичной неделе, которая длилась 7 дней, как раз-таки это все предварило Великий пост. И уже на Масленичной неделе нельзя, например, было есть мясо, можно было есть зато вдоволь и масло, и сыр, и творог, и сметану, и яйца, и рыбу. Ну, а вообще еще у Масленицы было очень разных имен, много-много-много, она была и широкая, и веселая, и объедуха, и честная. Но вот у нас в Рязанском крае ее называли «Маслина» или «Сырница». В этот период принято отложить все дела и проводить время за развлечениями, прогулками и забавами. Многие игры, соревнования и хороводы, которые были популярны во все времена Древней Руси, сохранились и до наших дней. В воскресенье сжигали чучело-масленицы. Снова по деревне, на санях катали чучело под сопровождение ряженых и детей. А после за околицей чучело торжественно сжигали. Считалось, что вместе с чучело-масленицы сгорали и в себе до несчастья уходящего года. Ну, а в Рязанской губернии была такая традиция – вместо чучело-масленицы сжигали с ног соломы. Таким образом зазывали весну, притягивая ее скорейшее наступление. Вообще, изначально масленицы – праздник, посвященный славянскому богу солнца Ярила. Круглый золотистый горячий блин символизирует это небесное светило. Сейчас первоначальный смысл почти утрачен, но масленица неизменно связана в сознании людей со сдобным угощением и встречей гостей. В Рязани состоялся концерт духовной музыки с участием камерного хора «Гаудаамус». Коллектив этот является лауреатом многих всероссийских и международных конкурсов и фестивалей. Как музыкантов встретили в нашем городе, расскажем далее. «Глагодаря, моя Мария, я вас спас с тобой» 10 марта в храме Сретения Господня звучат произведения Сергея Рахманинова, Александра Архангельского, Павла Чеснокова и других композиторов. С концертом духовной музыки в Рязань приехал камерный хор Гаудаамус. Я сама очень люблю Рязанский край. У меня вся моя молодость и вся моя жизнь связана с Рязанским краем. Я знаю, какие замечательные тут живут люди, поэтому очень хотелось бы подарить наше пение рязанской публике. Надеюсь, это понравится. Это сейчас камерный хор является лауреатом многих всероссийских и международных конкурсов и фестивалей. А история его началась довольно прозаично. Осенью 1968 года было объявление о наборе в вокальной ансамбле для привлечения студентов. И уже через пару лет коллектив удостоился первого места на фестивале студенческих ансамблей. Я опоздал на 6 лет. Вот пришел в 1974 году. В этом году заканчивается мой 50-й сезон в хоре. Это замечательный коллектив. Это я теперь уже говорю со всей ответственностью, поскольку я петь в хоре не хотел. Попал на такую приманку, которую наш руководитель Владимир Леонидович Живов объявил о создании вокального ансамбля. А петь я всю жизнь любил и пришел в ансамбль. Но услышал произведение Моцарта, Лотти и просто пропал и остался в хоре вот до сих пор. Сейчас в хоре поют больше 50 человек. Это студенты, аспиранты, преподаватели Московского государственного технического университета имени Баумана. В 2018-м хору присвоено звание заслуженного коллектива народного творчества Российской Федерации. С момента создания хора и по сей день им руководит заслуженный деятель искусств страны Владимир Живов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Коллектив уже много лет гастролирует по городам России и другим странам. Больше 500 будущих инженеров прошли подлинную школу творчества и музыкального воспитания в этом коллективе. По отзывам собравшихся, выступление никого не оставило равнодушным. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин